Всё вы думаете, да помните, До чего ж вы моё сердце этим огорчаете? Дум-даридо, да, дум-даридо, да, дум-даридо, да, дум-даридо, да, дум-даридо, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте вам, ребята. Ну что, я никогда не думал, что можно будет. Нам говорят кучнее, вот вы просто почти все пришли. Легендарная команда Яконд у нас сегодня в госях. Легендарное время. Мы тоже забыл. С добрым утром. Да, мы забыли что-то с добрым утром сказать. Серёж, где ты там потерялся? Я здесь. Ну, почему потерялся-то? Всё, самый главный повод, что 13 января можно будет услышать ещё больше песен. Ну, это же будет концерт. Большой концерт, огромный концерт. Давайте мы про опыт говорим. Там абсолютно будет ещё больше песен, потому что мы споём их совершенно. Больше, чем одна. Больше, чем одна. Да, ещё раз, кроме инсинуации, прошу заметить, в концерте прозвучат новые песни. Совершенно однозначно. Несколько штук, правда. Я хотел микрофон вам. Надеюсь, это кто-нибудь заметит. Так. Не, ну, группа «Яхан» каждый год, каждый год в январе даёт свои концерты большие, настоящие, с хорошим светом звуком. Мы решаем этот вопрос, да, сейчас мы это решаем. Вас слышно на весь Красноярский край. А что будет в программе, расскажите? В песне. Так он только что сказал. Простите, нас слышно? Раз, два, три. Всё слышно, всё хорошо. Во-первых, мы хотели сказать, что в концерте 13 января позвучат новые песни группы «Яхан», друзья. Поэтому обратите внимание, приходите обязательно. Андрей, теперь ты, пожалуйста, если можно, прямо в микрофон скажи. Да я могу без микрофона, у меня муха есть. А, серьёзно? Конечно, у меня всё нормально. У меня нет. Как всегда, будут песни горячо любимые, уже давно всем известные. У нас группа всё-таки родилась на фолке. Будут песни, с которыми можно будет попеть всем залом, целым залом. Может, мы какие-то даже песни новые разучим вместе. Приходите все, будет весело. Это, мне кажется, самый главный. 13 января. Да, 13 января. Ну, 14 часов. 14 часов не прижалите. 6 часов вечера. 6 часов вечера. Я предлагаю разыграть вот этот пригласитель, который также у нас присутствует. 13 января на 18.00 действительно состоит все мероприятия. Для этого нужно будет ответить на вопрос наших гостей, которые они уже готовы, в принципе, задать. Давайте, друзья, вам карты в руки. Спрашивайте. Вопрос звучит так. Задаст его Андрей Иголкин, известный русский композитор. Спасибо, что меня адресовали. Андрей Иголкин, пожалуйста. Вопрос такой, очень простой. Вот в этом году, год назад, год назад, группа Яхан дала концерт где-то далеко. И вот вопрос, где? Где? Год тому назад. От наших границ. Дала концерт. В какой стране? Всемирно известная группа Яхан. Ну, давайте небольшие подсказки. Нет, никаких подсказок не будет. Знаете что, давайте дадим три варианта стран, да, южных. Ну, и уже будут все вопросы. Давайте, я знаю, Таиланд, Зимбаббе. Южно, если южно, то ЮАР, наверное, да, южно-африканская, да? Уже четыре варианта. Сирия, может быть. Может быть, Сирия. Все, возможно. Хорошо, возможно, какой-то из этих ответов. Хорошо, пусть будет три варианта, друзья, но... А Южную Америку можно взять? Можно Южную Америку. Можно догадаться сами. Напишите нам на короткий номер 90-20, пометка остров, пробел, дали текст вашего сообщения. Не забывайте подписаться. Да, и мы тогда дадим вам от пригласителя на две персоны, разумеется. Это человек, который первым, да? Первым. Человек, который первым ответил. Да, первым, правильно. Человек, который первый, правильно ответил. А что, безусловно? Билет на две персоны, да? Ну, если хотите, можно, конечно, какие-нибудь символические деньги ввести, там, 10 рублей. Мы можем нарисовать автографы. О, это будет прекрасно. Думаю, человеку будет достаточно приятно. Тем более, вот такой красивый праздник. Мы можем нарисовать на этом билете все, что угодно. Потом мы его поменяем и реализуем, потому что автограф легендарный. Ну, это, знаете, ну, го-го. Еще был вопрос. Ну, все, у нас запущено, собственно, голосование, запущено, да. Поэтому вот скоро мы поймем, посмотрим смс-очки, и все будет понятно. Про видео. У вас же есть клипы. Вы снимаете видео на концерте, будете каким-то образом использовать. То есть хочется маленько понять, ну, как он будет проходить концерт. Песни любимые всем, понятно, будем петь. Ну, вообще, там же и сейчас в Гранд-Холле огромный-огромный красивый экран. Так. И было бы грех его не использовать по полной мере. Вот. То есть у нас будут камеры, которые расположены в разных частях сцены. Будет трансляция одновременно, чтобы люди могли увидеть крупные лица. Не просто где-то в далеке, какого-то маленького человека. Нет, сами-то мы себя не будем видеть. Не лица самих себя. Потому что мы-то будем смотреть на зрителя, а экран-то сзади. Вот. Но одновременно эти все три камеры, они же будут записывать это все. То есть они не только транслировать на... Не, ну, это понятно. А потом мы из этого сделаем видео. Кроме того, кроме того, наших крупных лиц и крупных частей гитар, будут всевозможные фенечки на экране. Часть этого. Крупные части тела. И части клипов. Будет. Те, которые... А еще, как мне, видеоряд будет. Что-то новое из видео. Из клипов нет. Есть? Из клипов нет. То есть все это будет из существующих уже видеороликов. Да. А вообще план на 19-й год планируете? План грандиозный. На 19-й год мы хотим... Побывать на Луне. На Луне. На Луне, да. Нет, подождите. Подождите. Давайте кроме шуток. Кроме шуток. Мы хотим совершить небольшой переворот музыкальный в среде, в этом мире. В Красноярске? Нет. Подождите. Я говорю обо всем мире. Так. Полностью. То есть планы, конечно, нужно строить именно такие, дорогие друзья. Я обращаюсь сейчас ко всем. Если будете строить планы покрупнее, по крайней мере, в рамках, ну, родного города вы что-то сможете сделать. По крайней мере, подъезда. По крайней мере, подъезда. Так в чем же планы? Стать лучшим гитаристом подъезда раз. Ну, нет, конечно, мы сейчас не будем вас давать, что мы планируем. Ну, конечно, мы планируем написать новые песни хорошие. У нас, кстати, это с переменным успехом получается. И я бы здесь, Андрей Викторович, обязательно сказал вот о чем. О том, что в написании новых композиций нам помогают наши слушатели, поклонницы, которые присылают тексты, в том числе сотрудничают потом. Нет, я серьезно говорю. Серьезно? Сочетно серьезно. Получается, вполне достойные композиции. Нет, людей еще очень много. Присылает много. Из этих сотен текстов находятся жемчужины. Присылайте нам тексты. Поклонники присылают. Посмотрите, что происходит. Да, вот все, кто смотрит этот эфир, если вы чувствуете, что вы хотели бы посотрудничать с группой Яхонт, ну, а сейчас в финале нашей беседы мы исполним фрагмент нашей новой композиции, которую написал Андрей Иголкин. На стихи как раз Евгения Назарова. Нет, подождите, это будет другая композиция, которая называется «Это моя страна». По некоторым непроверенным данным Андрей Иголкин написал эту песню, когда мы возвращались из одной южной страны. Из южной страны? Южной страны. Летели самолетом. А по правильным данным это вранье. Да, прозвучало все хорошо, все правильно? Нет, ничего не прозвучало. Нет, чтобы прозвучало. Я имею в виду, чтобы сейчас по-настоящему прозвучало. Вот так, да? Вот так, Леш, надо на тебя, чтобы тебя было. Итак, новинка. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Как ревут турбины, вот закрыл и выпустил пилот. Значит, подлетаем, облака растают, и земли коснется самолет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Ну что, это потрясающе, ребята. Очень, очень здорово. До встречи 13-го. Ну, и тогда... 13-го обязательно увидимся. Я думаю, следует сказать нам про ребят. А давайте прямо обнимитесь вот так. Можно вас попросить встать? Да, фон на память обязательно сделайте. Итак, давайте. Алексей Орлов, это солист команд «Яхонт». Вот, Лешка, вот здесь стоит. Рядом со мной сидел самый, мне кажется, остряк вашей группы. Это Марк Шендеров. Андрей Голкин, самый красивый мужчина. Миш, пожалуйста, не обижайся. Михаил Кириллов, это... Самый некрасивый. Это самый высокий. Вот сейчас видно, что самый высокий мужчина. Сергей Даниленко. Просто присоснился. Не попал, не попал. Тип Яхонт, хотя он был на кастинге. И Александр Попов, это самый разговорчивый, самый разговорчивый участник команды «Яхонт». Ну все, ни про кого не забыл. Ребят, спасибо огромное, что проснулись, порадовали нас. И последняя песня была прям вот... Все было хорошо. Друзья, простите, если честно, мы еще не проснулись. Но всем доброго утра. Ну, вместе просыпаться. Да, это было что с тобой. Ну, ребят, если вы не проснулись, то вот смотрите, следующее, о чем мы сейчас поговорим. Мы, в принципе, покажем телезрителям. Мы будем показывать про... Представьте только себе. Правила катания на ледяных горках. Есть такие. Погнали.